Здравствуйте, мальчишки, девчонки и их родители! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из любимых жанров литературы у детей – детективами. Хотя детективы любят все, потому что в них есть тайны и загадки, которые интересно разгадывать. Представляем вашему вниманию самые популярные детские детективы среди читателей нашей библиотеки. Серия книг «Девочка-детектив» итальянского писателя Стива Стивенсона идеально подойдет для девочек, которым нравятся детективные истории. Их главная героиня – Агата, начинающая писательница, наделенная потрясающим чутьем и феноменальной памятью. Она записывает все приключения, которые случаются с ней и ее друзьями. Агата путешествует по миру и решает самые сложные загадки вместе со своим дворецким мистером Кентом, вредным котом по кличке Ватсон, у которого чутье не хуже, чем у собаки-ящейки, и братом Ларри, незадачливым учеником детективной школы. Этой компанией приходится расследовать самые запутанные истории. Например, в 20-й книге Агате и ее друзьям предстоит раскрыть тайну нефритового дракона. Но вот незадача. В новогодние каникулы Агата угораздила подхватить гриб. И все бы ничего, но Ларри, как назло, отправляют в очередную командировку. На сей раз ему поручают расследовать пропажу статуэтки нефритового дракона, похищенной из Пекинского музея искусств. Впервые в жизни юному детективу придется действовать в одиночку, без помощи своей гениальной сестренки, мистера Кента и своенравного Ватсона. Ларри ближайшим рейсом вылетает в Пекин. И спустя три дня Агата получает от брата сообщение. Ларри похитили. Теперь Агате и ее друзьям предстоит решить двойную задачу. Отыскать статуэтку дракона и выручить бедолагу Ларри. Получится ли это у наших героев? Открывайте книгу и отправляйтесь на поиски вместе с ними. Еще одна потрясающая серия приключений девочки-детектива от любимого автора милых и прекрасных историй про зверят английской писательницы Холли Веб. Ее книги входят в списки бестселлеров для детей по всему миру. Сейчас на ее счету уже более 30 книг о маленьких домашних питомцах. А также ее перу принадлежат истории о любопытной девочке-детективе Мэйзи Хитчинс. Действие происходит в чарующем викторианском Лондоне. В лучших традициях Шерлока Холмса. 12-летняя Мэйзи мечтает о захватывающей жизни знаменитого детектива. Только вот пока что она обычная девочка, живущая с бабушкой. Но если мечтаешь стать сыщиком, имеешь цепкий ум и острый взгляд, то загадки находятся сами. Интересные тайны Мэйзи попытается распутать, используя дедуктивный метод, трюки с переодеваниями, забавные приключения и много юмористических ситуаций. Одним словом, настоящий английский детектив для детей. Книги легко читаются и имеют яркие запоминающиеся обложки. Истории сопровождаются мультяшными черно-белыми иллюстрациями Марион Линдси. Знакомьтесь, Энола Холмс, младшая сестра Шерлока Холмса. Она талантливая, смелая девушка, с такими же сильными и дедуктивными способностями, как у знаменитого брата. Именно она расследует все загадочные преступления и делает это мастерски. Серия о приключениях Энолы Холмс американской писательницы Нэнси Спрингер дважды получила престижную премию имени Эдгара Аллана По за лучший детектив для подростков. А вот перед вами лучшие подруги Саманта и Элли. Они живут по соседству в тихом городке, ходят в школу и целыми днями и ночами переписываются в интернете. Но однажды выясняется, что девочки – прирожденные детективы, и нет такой тайны, которую бы они не разгадали. Не верите? Тогда открывайте книги Тары Эллис о таинственных расследованиях Саманты Вулф и участвуйте в них вместе с главными героинями. Что хорошего может быть в ошибках? Ничего, скажете вы. Однако главный герой книг канадской писательницы Сильвии Мак-Никкол Стивен Нобель непременно сможет доказать вам, что это не так. Он обожает собак, скучает по маме, которой часто не бывает дома, и очень хочет завести друзей. И поэтому его невозможно не полюбить с первых страниц. Стивен часто попадает в неловкие ситуации и говорит не в попад. И все же он старается контролировать свою жизнь и поэтому ведет строгий учет всех своих ошибок. И не только своих. Именно поэтому Стивен подмечает много интересного. Почему за рулем одной и той же машины разъезжают разные люди? Зачем полицейские взорвали рюкзак его одноклассника? И кто пробил школьную стену? Все это ошибки, которые кто-то совершил. А еще это преступления. И Стивен Нобель непременно их раскроет. Флёр Хичкок – новое имя в подростковой литературе. Представляем вашему вниманию серию книг «Следствие ведут новички». Это классные, динамичные детективы для современных подростков. Герои детектива Флёр Хичкок похожи на обычных подростков. Они ходят в школу, переживают, когда они ловят интернет, и частенько попадают в непростые ситуации. А еще они умные, смелые и всегда готовы помочь попавшему в беду и вывести на чистую воду преступников. В книгах ребята столкнутся с пропажей драгоценностей, похищением картины и даже убийством. Присоединяйтесь к расследованиям и становитесь одним из хитрых детективов. Расследованиями сыщики занимаются не только в одиночку. Существуют целые детективные агентства. А какое из них самое лучшее в мире? Конечно, крылья и компания. Если где-то случилась беда, его детективы примчатся на помощь. Они не только раскроют самое запутанное дело, но и разоблачат коварных преступников. Будьте обычными людьми или волшебными существами. Думаете, возможно украсть автомобиль с помощью водяного пистолета и спичечного коробка? Нет? Но все свидетели твердят одно и то же. Преступник помещает украденный автомобиль в спичечный коробок. Очевидно, дело тут не обошлось без волшебства. А это значит, что Эмили, коту не поседи и их друзьям пора приниматься за дело. А если у вас из-под носа стащили любимого питомца или срочно нужно отыскать похищенный бесценный рецепт, вам на помощь поспешит детективное бюро Никеля Хорна. Лучшие детективы «Свинка Никель» и «Попугай Хорн» раскроют любое преступление. Серия детских книг детективное бюро Никель и Хорна немецкого писателя Флориана Беккерхофа была удостоена награды Лейпцигской книжной ярмарки и фонда чтения в 2018 году. Эти и другие детективные истории вы можете взять в нашей библиотеке. Читайте, разгадывайте запутанные дела вместе с героями книг и почувствуйте себя настоящими детективами. Субтитры создавал DimaTorzok